Продолжение следует... Есть Тот, Кто Вам может помочь, кто провозгласит изменения в Вашей жизни. Послушайте слова Иисуса, которые Он произносит в Евангелии от Луки, 4 главе. Это 18 стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Изменения возможны. В провозглашении изменений есть Божья часть и человеческая часть». В пример мы возьмем притчу, которую рассказал сам Иисус. Для кого-то это рассказ о блудном сыне, а для кого-то о щедром отце. Вспомним ее содержание. Сын приходит к отцу и просит... Ну, скорее требует свою часть, наследство. Отец дает ему ее, и сын уходит. Он уходит познавать мир. Ему предстоит много раз делать выбор. Когда вы читаете этот текст, вы можете легко представить себя на месте этого юноши, который собирается сделать свой первый выбор. Этот выбор еще не зрелого и не самостоятельного человека. ребенка, попавшего во взрослый мир. Он выбирает порвать отношения с семьей, уйти от отца, уйти из-под защиты отчего дома. Это был плохой выбор. Я, как пастор, часто слышу подобные грустные истории о семейных драмах, когда, например, происходит конфликт между родителями и детьми. Они, дети бунтуют, уходят из дому, и семья распадается. Итак, сын уходит. Он думал, что начнет шикарную жизнь, полную удовольствий. Но в своей наивности он потерял все, что имел. Он промотал всю свою часть наследства. Он опускался все ниже и ниже, пока не оказался в ужасном месте. Стал пасти свиней. А те отходы, что давали свиньям, стали для него желанной пищей. Его жизнь была разрушена. Он пил из грязных источников и ел отравляющую пищу. Он ушел далеко от своего дома, от своего отца, от того, кто мог, и хотел его благословить. Началом перемен в его жизни стал момент, когда он пришел в себя, он дошел до конца. Он понял, что если дальше так пойдет, то он умрет. Он больше не мог так жить. Часто изменения так и происходят, когда люди доходят до края и понимают, что так дальше нельзя. Что-то должно измениться, находясь в крайней степени усталости, депрессии, падения. Люди понимают необходимость изменений. Но это не единственный фактор, который может подвигнуть людей на перемены. Сила обстоятельства остановила сына в его падении. А подняла его тоска по дому. В нем возродилась любовь к отцу. Он снова обнаружил в своем сердце то, что так усиленно пытался заглушиться. Он снова захотел увидеть своего отца. В Библии это не описано, но мы можем представить, как переживал его отец, как он не спал ночами, плакал, молился и ждал своего сына. Но сын должен был пройти весь этот ужасающий процесс, чтобы в его жизни могли начаться долгожданные изменения. А эта тяга вернуться в отчий дом, что возникло в его сердце, это и есть та часть, которую совершает Бог. В книге Иеремии, 31 главе, 18 стихе, есть что-то интересное. Там идет речь об еще одном блудном сыне. И время он говорит, «Обрати меня, я обращусь, ибо ты, Господь, Бог мой». Он просит дать ему жажду вернуться к отцу, обновить любовь к Богу, вернуться не потому, что мы боимся осуждения и страдания, не для того только, чтобы выбраться из проблем, а из любви к Богу. Желание быть в Божьем присутствии, быть с Богом, это хороший повод, стоящая причина вернуться к Богу. И смотрите, Бог всегда даст вам свою силу в ответ на ваше решение вернуться к Нему. Если вы сегодня примете решение на изменение вашей жизни, Бог вам поможет. Господь всегда дает нам силу для исполнения своей воли. Звучит не очень сложно, правда? А ведь так оно и есть. Не сложно перевернуть страницу, не сложно вернуться и начать все сначала. Мы можем подняться, потому что то помазание, что было на Иисусе, а именно исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождением, отпустить измученных на свободу, это же самое помазание действует и сегодня. Это же помазание касается вас. Оно помогает вам открыть свое сердце, бросить вызов своей проблеме. Эта сила, она же, присутствует рядом с нами в лице Святого Духа. Вы можете вернуться к Отцу прямо сегодня. Помазание Святого Духа было дано Иисусу для служения. Оно же действует и сегодня для исполнения Его воли на земле, в наших жизнях. Эта сила отзывается на ваше желание, на ваше решение. Она изменяет жизни. Так что не забывайте, изменения всегда возможны. В провозглашении изменений есть та самая Божья часть. и, конечно же, как я и говорил, есть наша человеческая честь. Дух Господень на мне, сказал Иисус, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу и проповедовать лето Господне благоприятное. Я благословляю вас, пусть Господь действует в вашей ситуации и приносит мощные изменения, да благословит вас Господь. И спасибо за то, что были сегодня с нами. Игорь Негода